Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия создаст новые транспортные коридоры на юге Сибири, недалеко от границы с Монголией и Китаем. Председатель Межрегиональной Ассоциации Сибирской Соглашения Геннадий Гусильников озвучил планы строительства новой автомобильной трассы в Сибири по маршруту Абакан-Биск. Указанные города российских регионов Хакасии и Алтайского края будут соединены новой скоростной автомагистралью. Сейчас прямого автомобильного сообщения данные города, расположенные недалеко от Монголии и Китая, не имеют, что ограничивает их экономическое развитие и не позволяет в должной мере реализовать богатый туристический потенциал Алтая, Хакасии и Тывы. Добраться с Абакана до Биска можно лишь транзитом через Красноярский край, сделав приличный круг. Протяженность существующего маршрута составляет 1100 километров. Отсутствие прямой дороги объясняется наличием высокого горного перевала в виде Алтайских гор. Строительство новой скоростной автомобильной трассы позволит сократить маршрут до 430 километров. На реализацию данного дорожного проекта государство готово выделить 74 миллиарда рублей. Начать строительство трассы планируется в 2025 году. Новая дорога, помимо внутрироссийского, будет иметь важное международное значение, поскольку может стать частью нового шелкового пути, а точнее одним из маршрутов автомобильного транзита китайских товаров в страны Центральной и Западной Европы. Помимо строительства новой трассы будет также реконструирован существующий участок дороги в районе Биска. Данный дорожный проект даст экономический импульс развития регионов Юга Сибири. Финансировать проект планируется за счет средств федерального бюджета. Новая трасса также позволит разгрузить федеральную трассу Р-256 Чуйский тракт, которая не справляется с возрастающим потоком автомобилей в летний период. Это также позволит привлечь в Алтай новых туристов, предпочитающих путешествовать на личном автомобильном транспорте. Большая часть новой дороги пройдет по территории Кемеровской области с транзитом через города Новокузнецк и Междуреченск. Дорога будет иметь первотехническую категорию, которая предполагает разрешенную скорость движения до 120 км в час и не менее четырех полос движения в оба направления. В завершение отнесет, что вероятнее всего новая трасса будет платной, хотя окончательного решения по данному вопросу еще не принято.